Что сейчас продается в бюджете до 7 до 8 тысяч долларов. Вот А4 в Б6 кузове, 2001 года 2 литра бензин на вариаторе, цена 6750 долларов. Не мог не включить в сегодняшний обзор 39-ки. Рестайлинг 2001 года, 136 лошадок 2 литра дизель. Кстати, это дизель, дизельный 2 литровый, цена 6950 долларов. Тем не менее, это наши реалии, ребят, если 39-ка дизельная, за нее какие-то космические деньги просят. А если это 3 литровый дизель, то там вообще ценник просто зашкаливает. Ford S-Max, 2 литра дизель, 140 лошадок 2009 года, пробег 274 тысячи. Вот такие пробеги совсем не верятся. Нет, они бывают небольшие, я в очередной раз это говорю. Но то, что здесь это будет оригинальный пробег, я, например, уверен, что он не оригинальный. 12 525 долларов. Как найти или купить хороший автомобиль? Компания The Best Auto поможет вам в этом вопросе. Мы занимаемся подбором авто в РБ и пригоном авто из США, Европы и Кореи. Имеем проверенных специалистов и всегда сможем посоветовать при выборе автомобиля. Наши компании лучшие специалисты в данной сфере, которые знают нюансы автомобилей разных марок и моделей. Автомобили, подобранные нашей компанией, всегда соответствуют требованиям клиентов. Компания The Best Auto. Для нас главное качество и ваше время. Всем привет! Ребят, ну что, у нас достаточно большое видео по авторынку. А именно я хочу действительно показать, что сейчас продается в бюджете до 7-8 тысяч долларов. Ну, однозначно, сегодня все автомобили, большинство, 90% будут до 10 тысяч долларов. Ну и даже, наверное, большая часть автомобилей в бюджете 4-6 тысяч долларов. А именно реальное состояние на авторынке в Республике Беларусь автомобилей в таком бюджете. Ну и сразу такая вот А4 в Б6 кузове на 130 лошадиных сил 2001 года. 2 литра бензин на вариаторе. Цена 6 750 долларов. По автомобилю есть коррозия. Можно видеть на передних крыльях вот такие вот моменты. Прямо вздутие полным ходом. Коррозия по низам. Тоже присутствует по низам дверей. На тканиевом салоне, как я уже сказал, она на роботе. По крыше. Нет, ну тут, в принципе, каких-то косяков прям по крыше не видно над лобашом. И здесь по торцам тоже вот такие вот вздутия неприятные. Они тоже присутствуют. То есть, да, я понимаю, что сейчас люди напишут. Кирилл, ты смотришь машины старые. Ну, я просто хочу этим видео показать вообще, как они выглядят в таких ценовых сегментах, в таких бюджетах. Здесь в царапиной коцке имеется фаркоп. Ну и следующий автомобиль это Ford Focus. Тоже можно видеть коррозия, ржавчина по задним аркам. Здесь вздутие полным ходом уже пошло прям. Раздувает ее беднягу. Такие вот моментики. Полезла со всех щелей. Ну и по цене Ford за 7063 доллара 2012 года. 191 тысяча, по крайней мере, заявлено пробега. 1,6 литра бензин на 105 лошадиных сил. Тоже на роботизированной коробке передач. Ну, из нюансов то, что даже со стороны бросается вот такие вот моменты над лобошом. Видно, был скол, который подмазывали, подкрашивали, но он уже полез полным ходом. Да, погода у нас сегодня. Ну, хоть снега пока нету, хотя температура плюсовая. Ну и, конечно же, BMW, ребят. Не мог не включить сегодняшний обзор 39-очки. Аж три штуки. Мы сегодня посмотрим их здесь подряд. Рестайлинг 2001 года. 136 лошадок, 2 литра дизель. Кстати, это дизель. Дизельный, двухлитровый. Цена 6950 долларов. По ней видно, что она делалась. Ну, относительно недавно, судя по всему. Красилась вся в круг. Низы дверей красились. Здесь на кожаном салоне, на пятиступенчатой механической коробке передач. Ну, покрашена по качеству, я бы сказал бы, что по десятибальной моей шкале на 3 с плюсом. То есть, не совсем хреново, но так. Средненько, на самом деле. Но, тем не менее, это наши реалии, ребят. Если 39-ка дизельная, за нее какие-то космические деньги просят. А если это трехлитровый дизель, то там вообще ценник просто зашкаливает. И две вот такие вот серые 39-ки. Такие вот моменты вздутия по заднему крылу под фонарем. Ну, и, конечно же, коррозия по задним аркам. Ржавчина присутствует по внутренней части арок. Ну, здесь вот уже, ребят, можно пальцем просто отломать кусок арки. Также коррозия по порогам будет, не без этого. Нюансы по низам дверей. Вот такие вот джуки. Я сразу говорю, что она будет подешевле, чем предыдущая. На тканевом салоне, на механической коробке передач. Хотя я бы не сказал, слышишь. Это бензин 2,5 литра. Тоже рестайлинг 2001 года. 2,5 литра бензина. И цена 7163 доллара. По крайней мере, внешний вид у нее немножко похуже. И та дизельная. Дизеля у нас как бы ценятся побольше. Ну, не знаю. Ну, и можно видеть. Вот на капоте вот такие вот сдутия. Прям жуки-жучище. Ну, вот это вот еще одна. Это дизельная. Тоже 2-литровый дизель. 2000 года. 4963 доллара. Ну, я так предполагаю, цена пониже. Ну, здесь вот сдутие полностью по передним крыльям. Ну, фактически крылья под переварку, под замену даже лучше. Коррозия будет по порогам. Сдутие по дверям. Также вот гравитексом низы дверей залили. Ну, это делают обычно, знаете, там. Подтерли ржавчину и прошлись гравитексом, так скажем, на скорую руку. На кожаном салоне, ну, такой салончик, не знаю, как вы видите, ну, средней паршивости по состоянию. Вздутие по... Даже не вздутие, это так не очень аккуратно пороги были сделаны. Не вывели их. Здесь вообще можно видеть пластик, вот эту пластиковую защиту. Прямо с баллона, видно, серебрянкой запылили. Здесь вздутие на задних арках присутствует. Ну, с другой стороны, это 5000 долларов с учетом торга. Ну, еще вопрос, что тут по двигателю, ребят. Надо понимать, что, ну, автомобилю 23 года. И по технике тут, конечно, я думаю, будет, скорее всего, все не супер хорошо. Вернее, может, даже и плохо. И цепятый Ситроен, вот с такими вот жуками-жучищами, с колами ЛКП по заднему бамперу. Ну, и вздутие по передним крыльям тоже присутствует здесь. Но здесь еще не так сильно, если с той стороны обойти, наверное, там будет тоже. Да, здесь уже прям поползло такая гангрена полным ходом. Это уже Ц5-й 2012 года. 1.6 бензин на 150 лошадок. Пробег заявлен 212,5 тысяч километров. 9,900 долларов. 9,900 долларов. Вот за такой вот Ситроен. С целой кучей нюансов по кузову. Ну, и, конечно же, соответственно, ребят, по технике. Мы не смотрим по технике, но я могу предположить, что и по технике тоже такого формата автомобилей. Ну, а грехи, конечно же, будут. Здесь более старый Ситроен С5. Вот так визуально как будто свеже покрашены. Ну, или там относительно свеже. Получается 2001 год. 2 литра бензина на 140 лошадок. 6 тысяч 325 долларов. Цена, мягко говоря, не маленькая. Но стоит отметить, что он выкрашенный. В хорошей комплектации на бежевом кожаном салоне. Ну, и так, каких-то вздутий, нюансов. Ну, видно, просто его освежили. Выглядит достаточно неплохо. Очень сильный ветер, ребят. Мы же находимся вообще на крыше паркинга. Это пятый или какой этаж. Поэтому очень ветрено. Ветрозащита у меня не очень хорошая. Но я все-таки надеюсь, что вы меня слышите. И здесь Шкода Суперб. По Супербу. Ну, такой, я бы сказал бы, подуставший Суперб. За 7900 долларов 2005 года. 2,5 дизель. 163 лошадиные силы. Ну, и давайте пробежимся по железу хотя бы бегло. По внутренней части арок какая-то коррозия, ржавчина присутствует. Не сказать, что прям совсем все больно, печально. Но, тем не менее. По низам дверей вздутие можно увидеть. Видно. И Шагрень. Вот тут покрасили. Я бы так сказал бы, оценил бы эту покраску на 3. А может быть и на 3 с минусом подготовку. Потому что, смотрите, вот здесь прям повздувало. Прям, ну, на самом деле, скорее всего, на камеру это выглядит все на порядок лучше, чем есть на самом деле. Вживую, конечно, все достаточно эпично выглядит. Где же Chevrolet Cobalt? Кстати, год 20-й, судя по всему. Да, или 21-й даже? 21-й, походу. Сейчас посмотрим, прав я или нет. Да, 21-го года с пробегом 57 тысяч, полтора литра бензин на автомате на 106 лошадок. 12 838 долларов. Да, сегодняшнее видео в основном у нас автомобили до 10 тысяч долларов. А, как я сказал, основная масса вообще там в бюджете 6, 7, 5. Но будут попадаться автомобили в более высоком ценовом сегменте. Toyota Corolla с треснутым лобошом 2010 года, 1.6 бензин на 124 лошадиные силы. На механические коробки передач 7275 долларов. Блин, очень плотненько они стоят, но разве что, с другой стороны мы обойдем. Ёбтель-мобтель. Ребята, блядь, я такого, ты видел? Там, блядь, сантиметр шпаклевки лежит, просто закрасили. Ну, это Total, короче, хлопнули по морде и просто детали не поменяли, а просто их молотками отстучали жестянщики. Также мятая крыша. Я думаю, это все прекрасно видно. Ну, это такой полуутиль, что ли, на механической коробке передач. Покрашен он тошнотно, как будто чуть ли не кисточкой. Вмятины здесь можно видеть по заднему крылу. Вот так вот это все выглядит. Да. Достаточно уставший выглядит. Да даже не уставший, просто лупленный со всех сторон, даже крыша помята. Утиль. И здесь Toyota Corolla. Со следами небольшого ДТП по задней части автомобиля. Царапины, коцки, также коррозия. Можно видеть по внутренней части арок, ржавчина присутствует. А также, ну, как эта Toyota, японцы гниют очень хорошо. Вот двигателя, ходовка хорошие. Вот реально хорошие у японцев. Кузова говно. Ну, это сугубо мое мнение. И здесь, смотрите даже, вот видно вокруг ручек это все подтампонивали, подчищали, не снимая ручку. И спичечкой, карандашиком подтампонивали. И все равно уже вот вылазит, начало это все вылазить вокруг ручек. В общем, ну и здесь тоже такая же история, вот подмазано. Здесь еще не полезло, но тем не менее. Ну, а по цене здесь 7063 доллара. 2007 года 1.6 бензин на 124 лошадки. Пробеги не сильно актуальны говорить у старых автомобилей, ребят. Я думаю, большинство понимает, почему. Тут уже 10 раз мотаны и мотали-то их наверняка не в этих автосалонах уже, а еще до этого 300 раз. Поэтому тут особо на это обращать внимание не стоит. Здесь автомобили чуть выше ценовой сегмент. 9900, например, вот такой вот Лексус. Ну, это 2.2 дизель, кстати, 2006 года. На бежевом кожаном салоне. Ну и Ford Focus. В кузове седан за 2650 долларов. Почти ничего не видно. Видно, что это 2003 год. 2,3 литра бензин. Ну, по состоянию, конечно, плачевный. Большое количество коррозии. Цена 2650, не знаю. Много царапин, кодск, сколов, ржавчина, потертости, коррозия по низам дверей. В общем, тоже такой достаточно уставший. Ну, с другой стороны, 2600 с теперешними реалями. Это еще вот три года назад, сказали бы, дорого. Такой бы стоил полторы тысячи долларов. А сейчас, ребята, все, реалии другие, цены другие. Мазда 323, вот такая вот красивая. Здесь вообще особо без комментариев. Здесь просто друшлаг. Просто корыто. Дырявая корыто. Ну, хотя бы по цене 1763 доллара, 2002 года, 1,6 бензин. Ну, даже смотреть особо нет смысла. Вся они в зазорах, вся разноцветная. Ну, тут просто крыло поменяли, видно, старая сгнила напрочь. Вот такой вот СИАТ, вот с такой вот прекрасной оптикой. И с болтающимися фарами. Барабан, блин. 2008 года, 1,4 бензин. 4,850. 4,850. И что мы тут видим? Есть вздутие по передним крыльям. Не сильно пока значительный, но тем не менее. По низам дверей, ну, вроде бы как, еще более-менее. По задним аркам тоже коррозия присутствует. Вот такие вот прекрасные шутки. Запотевшая задняя оптика. И Шкода Октавия. Шкода Октавия. Ну, кстати, видно, да, тоже тут ее шаманили, подкрашивали. Низы дверей подкрашены, прям видно вот это вот шагрень. Отличие вот тут и тут отличается по шагрени, это прям видно. Ну, пока еще каких-то вздутий, прям чего-то критичного, на первый взгляд, не видно. Но, как показывает практика, ребят, ну, все зависит от качества ремонта. Я всегда в миллионный раз повторюсь, что когда машина переварена, покрашена старая, это неплохо. Другой вопрос, как это все было сделано по качеству. Потому что можно сделать, что хватит на 2-3 года, а при хорошей, хорошем там, условно говоря, обработке хватит и больше. А можно сделать, условно говоря, 3 месяца пройдет там зима, и она вся, все повылазит. Такое тоже очень часто бывает, даже чаще, чем нормальные ремонты. 6,750, 2008 год, 1,4 бензин. Ну, и здесь такие вот бюджетники, это фолькваген и поло. Вот этот, 15-го года, седан на автомате, 146 тысяч пробега, 1,6 бензин, 10,950 долларов. Если так пробежаться, глянуть. Ну, понятно, коррозии какой-то не видно, визуально еще форму держит. Хотя вот с торца, вот порога, уже ржавчина какая-то выступила. Но это, в принципе, ерунда. Автоматические коробки передач, комплектация средняя для пола. Пассат B7, 1,4 турбобензин, 122 лошадки. 12-го года, получается, 11788. Б7 пасек. Тоже кузова, конечно, у пасека 7-го тоже не очень. И вот тут не исключение, под ручками уже вздутия присутствуют. Я не знаю, как это на камеру видно, но они есть. Ну, и здесь похожая история. Но еще стоит отметить, что для B7 еще форму держит. На тканевом салоне, на шестиступенчатой механике, пожалуй, самый неудачный по кузову Вольцвагена, это Туран и большинствой Пассат. Ну, вот, таких шестых, восьмых годов, что называется. Седьмой тоже, конечно, по кузову не самый удачный, но получше, наверное, все-таки немножко. Ух, какой красивый опелек. Это Vectra рестайлинг. 2016, 2006 года, ребят, извиняюсь, чуть не оговорился. На автоматической коробке передач, 2,2 бензин, 6488 долларов. Такие вот нюансы по капоту присутствуют. Комбинированный салон, ткань кожи, автоматическая коробка передач. Ну, есть вот такие вот коцки, но стоит отметить, что внутренняя часть арки ржавчина присутствует, не прям жуки, но ржавчина. Ну, прям какой-то складной коррозии визуально не видно. Ну, и вот еще один пасек. B7, тоже 1,4 литра, 12 525 долларов. 2013 года, 1,4 литра бензин. Ну, бампер где-то не в зазоре, но это ладно, это ерунда. На механической коробке передач. Ну, есть такие вот потертости, царапки. Ну, здесь уже, да, по задним аркам уже нужно будет делать косметику, потому что вот такие вот сдутия присутствуют, жучки по задним аркам. И пыжик, пыжик 206. У нас все-таки седаны не так часто встречаются, но этот в кузове седан с такими вот потертостями, с коррозией, с ржавчиной по задним аркам, при тертости. На механической коробке передач. Матовая передняя оптика, помятый передний капот. Ну, и здесь коррозия по аркам, по порогам. По цене 5175 долларов. 2007 года, 1,4 бензин, 75 лошадок. Блин, ну, не знаю, вот за такую какашку, блин, да, 206 и больше 5000 долларов. Не знаю. Вообще, ребят, жду вас под видео в описании для обсуждения. Вот, перейдите, напишите свой комментарий. Ребята, также, кто смотрит это видео, вот у нас всегда не очень много лайков. Ребят, для поддержки этого видео огромная просьба. Когда вы смотрите, перейдите, просто поставьте лайк. Это будет отличная от вас поддержка каналу. Ну, и Honda Civic. 2008 год, 1,8 бензин на механической коробке передач 140 лошадиных сил, 7548 долларов. Вот по ходовке они, как правило, неплохие, 1,8 литра, но, конечно, кузова у них тоже слабые. Видно, что красился, делался, это уже вижу. Качество покраски по 10-бальной системе на троечку. На тканевом салоне подогрев передних сидений, кондиционер присутствует, механическая, как я уже сказал, коробка передач. Покрашен вообще по низам прям отвратительно. Ржавчина, коррозия тоже присутствует. Тут прям шагрень, прям рыски вот от шпаклевки. Здесь вот треснула шпаклевка. Ну, в общем, Honda в лучших традициях. Наши белорусские соли, климат и то, чем поливают наши дороги, конечно, такого формата автомобили сгнивают очень быстро. За зиму, зима, наверное, зимний сезон можно засчитывать за 5 лет эксплуатации автомобиля в теплых странах. Ну, реально. То есть, 5 наших лет по нашим зимам, вот с нашим климатом и с нашими солями, это можно считать 25 лет где-нибудь в южных странах. Год за 5. Здесь каризма. Ну, понятное дело, жуки. Здесь не то, что жуки, здесь уже сгнило. Порога фарок нету, низов, дверей нету. На механической коробке передач она вся, правда, а, но у нее и цены нету. Очень плачевно выглядит, прямо оптика передняя, не герметичная, вся мокрая, все запотевшая. Ровер 45-й, такой вот весь, крыльной косой, 1,6 литра бензин, 109 лошадиных сил, 3388 долларов, за него просят. Вздутие, коррозия жуки по передним крыльям, по аркам. Есть вот такие вот моменты, вздутие по низам дверей, на механической коробке передач, задние арки под переварку, крылья жуки, вздутие вокруг. Ну, такой тоже очень уставший экземпляр. И это не значит, ребят, что в Беларуси нету хороших автомобилей в таких бюджетах. Они есть. Ну, я не говорю по 2-3 тысячи, понятное дело, что в бюджете несколько тысяч, там ничего хорошего нету. А если вот ты сейчас смотришь это видео, и у тебя там первая машина или еще какой-то, ну, такой момент, что у тебя небольшой бюджет на машину, там, например, полторы, две, три тысячи долларов, то тебе могу порекомендовать только одно. Посмотреть целую там, ну, какое-то энное количество автомобилей по объявлению, например, штук 10-15, пометки, обзвонить людей, где находятся, выехать, посмотреть их, осмотреть все, а потом уже выбрать из того, что ты осмотрел, самое лучшее. Потому что, ну, понятное дело, что прям хорошего там ничего не будет в таком бюджете. Но, из того, что есть, выбрать самое лучшее можно. Ну, что, понятное дело, будут косяки по технике и по кузову, ну, чтобы хотя бы по технике она была живая и не развалилась. Там, понятное дело, деньги придется влаживать. Может быть, не сразу, но придется. И здесь Hyundai с такими моментами, потертостями по переднему бамперу, с гнилыми передними крыльями. Sonata, ну, стоит отметить, что это 2863 доллара, меньше 3000 долларов. 2002 год, 2,4 бензин. Ну, кто ее приобретет? Крылья на выброс. Пластиковые пороги под пластиком, я думаю, там тотал под переварку. Тут даже жуки присутствуют на автоматической коробке передач. Задние арки сгнили. Уже бы я сказал, не только арки, но и крылья. Ну, в общем, полный перевар, а еще под днищу надо смотреть, потому что более чем уверен, что под днищу там тоже будет тьма тьмущая. это наверняка. Сатурн достаточно такой редкий автомобиль в наших широтах. 2003 года 2,2 литра бензин. 140 лошадок 4125 долларов. Ну, можно видеть, там ржавчина какая-то присутствует. Такой вот красивый зазор, что почти рука влезет на светлом тканевом салоне. Ну, по задним аркам тоже жуки, коррозия. Все, как в лучших традициях белорусского авторынка. И здесь Citroën Xantia старенькая, потертости, коррозия, порогов нету. Ну, именно порогов совсем нету. Ну, как и в целом кузова практически. жуки по капоту. Ну, это уже бюджет 2125 долларов. 2 литра дизель, но это дизель. Дизеля белорусы любят. Но достаточно такой подушатанный. Ну, что, американский автопром. Минивены. Минивены не мог тоже не включить в этот обзор. это Chrysler Voyager 2,4 литра на 150 лошадок. Цена 3075 долларов. Вот вам, пожалуйста, за три с чем-то. Ну, вот здесь вообще чем-то замазано. Ну, что касается вот этих америкосов, в целом они неплохие, но кузова у них говно откровенно. Гриют очень сильно. Ну, и этот тоже не исключение. Тут мы не пройдем, но видно, что он там и с вздутием и ним без этого. Здесь Рено Space 2,2 дизель на 150 лошадок 5275 долларов. Над лобашом можно видеть такая вот коррозия жуки присутствует. На ткани вам, понятное дело, салоне на механической коробке передач. Большой, семиместный, правда, третий ряд сидений отсутствует, но коррозия по задним аркам покрашена достаточно посредственно, я бы сказал, корявенько. Имеется фаркоп. Ну и с этой стороны такая же история всевозможной потертости. Здесь вот видно качество ремонта, вот смотрите, какие капли, прям грозди тут висят, лака. Ну где-то Василий Иванович на гараже за бутылку чернила красил, такое ощущение. И здесь Ford на механический. Сейчас бы было бы эпично. Ford S-Max 2 литра дизель 140 лошадок 2009 года. Пробег 274 тысячи. Вот такие пробеги совсем не верятся. Нет, они бывают небольшие, я в очередной раз это говорю, но то, что здесь это будет оригинальный пробег, я, например, уверен, что он не оригинальный. 12 тысяч 525 долларов. Вот так вот передняя фара болтается. И с этой стороны такая же история. Здесь уже 10 тысяч 950 долларов кэддик 2012 года 1,2 литра бензина на 105 лошадок. Давайте даже пробежим хотя бы бегло. Ну, есть, есть сдутие по задним аркам, вот они. Тут коррозия по крыльям, по низам. Такой тоже он, казалось бы, хотя 11 тысяч, но кто-то скажет, блин, за 11 тоже коррозия, а жуки присутствуют. Шкода Ромстер 1,4 дизель 2008 год, 300 тысяч заявлен пробег 6 тысяч 225 долларов. Тоже по пробегу у меня большие сомнения. Ну, и тоже по задним аркам вот такие вот сдутия. Бампер видно делали. Здесь вот шпак для просадки видно, может быть, какие-то были повреждения. Толщиномера, конечно, у нас нет. Ребята, вот вы напишите, было бы вам интересно, если бы мы иногда, ну, хотя бы, вот в таком формате смотрели бы автомобили, но взяли, например, с собой толщик. Ну, толщиномеры просто некоторые автомобили выборочно бы там по кузову с большего просто посмотрели бы. Я думаю, может быть, было бы интересно. Напишите в комментариях, стоит или нет. здесь Туран, это первый рестайлинг, это 1.4 на газу, ядреная смесь, ребят, особенно, когда 1.4 на газу, турбомотор на 150 лошадок, 8325 долларов. Еще пробег хорошо указан, а пробег здесь заявлен 227 тысяч на газу, ну, не знаю, такое себе на газу. Ну, понятно, по кузову что тут ожидать? Низы крылья, коррозия, здесь жуки, порогов особо нету, на DSG коробке, по задним аркам тоже коррозия присутствует, тоже вздутие, ржавчина, жуки, которые пытались когда-то подмазать. И здесь вот такой вот Сеатль, Хамбра с фаркопчиком. И такая же история, гнилые арки под пластикными накладками, я думаю, там будет боль, беда, бедованная. На механические коробки передач. Цена 8,950, 2007 год, 1,9 дизель. Стоит отметить только, что вот эти 1,9, конечно, ваговские двигателя, очень хорошие, ну, действительно, хороший мотор. Ну, вопрос, сколько там его осталось, это уже дело второе. Ну, на этом наш видеообзор подошел к своему завершению. Собственно, я вам постарался сегодня показать, в каком состоянии на авторынке в Республике Беларусь автомобили в бюджетах там 5, 6, 7 тысяч долларов, ну, до этого сегмента. Понятное дело, что были некоторые подороже, но основная масса, в принципе, вы поняли. На этом все, всем удачи на дорогах, всем пока. Продолжение следует...